Обожаю эксперименты. Я тут готовила грушевый рикотник, но его я не принесла, потому что он закончился. Но у меня осталось рикотто, груша, собственно, и кое-какие фрукты. Есть также хлопья овсяные с ягодками, ну такие, которые тонкие хлопья. Они могут приготовиться, знаешь, когда заливаешь их там на ночь, и утром уже берешь готовый. Знаешь, почему с тобой другие мои коллеги, ведущие мальчишки, не очень любят? Единственная причина, почему они не любят с тобой эфиры. Почему? А потому что ты всегда их заставляешь в своей рубрике отжиматься, ползать, растягиваться. А меня ты, видимо, любишь больше, чем их, и меня вот кормишь. Давай, готовь для меня. Я хотела тебе сегодня, конечно, помочь. Может быть, еще получится какую-нибудь зарядочку. Сначала поймем, потом зарядочку, да? Да. Мы возьмем сыр рикотто, мы его положим в нашу красивую баночку. Так. Давай таким вот образом. Мне понадобится твоя помощь, давай ты сейчас будешь нарезать банан. А, банан нарезать. А, расскажу про банан, что я знаю. Что ты знаешь про банан? Нельзя ни в коем случае перед соревнованиями его есть. Почему? Потому что у тебя вот эти железы молочные или какие там, он окисляет что-то. Ага. И говорят, что это перекус. То есть, ну, по идее, это, правда, перекус хороший. Но прямо вот перед забегом, перед каким-либо, лучше банан не употреблять. Это мне говорил мой тренер. Я, потому что выступал всегда за школу на соревнованиях, представляешь? И, так сказать, 400 метров я бежал очень быстро. Бежал менее, чем за одну минуту. Так, банан как нарезать? Слушай, ну, зато я слышала, банан нарезаем мелко, чтобы он поместился в нашу небольшую баночку. Вот так вот, да? Также мы насыпаем аккуратно наши хлопья. А я слышал, что хлопья нужно растворять в молоке или в воде, смотри. Действительно, лучше использовать для того, чтобы наши хлопья растворить, йогурт, молоко, любые молочные или, кстати, не молочные, сейчас же очень можно, растительные разные продукты, какой вам угодно, какой вам нравится, лучше попробовать это, конечно, делать с каким-нибудь более жидким продуктом. Тогда точно все получится. Но у нас будет, так как это каша быстрого приготовления, и ее особо готовить не надо, она может остаться у нас, конечно, хрустящей, но вот вы можете попробовать с йогуртом, например, то же самое. Мы давай кладем. Небольшой рецепт магии утром. Берете гречку, заливаете водой и уходите спать. Утром просыпаетесь, а гречка, ее не нужно будет варить, она уже будет готовая. Разогрей, и все. Рецепт для ленивых таких. Лер, ну я как бы все. Все, отлично. Сейчас мы нарезал банан. Положим все это дело в баночку. Так. В баночку. Уберу, чтобы было красиво это. Уберу в карман себе. У меня мама сейчас, я не знаю, что это за удобрение, можете написать. Она эти бананы складывает в банку, замачивает, я не знаю, что там за вода и жидкость. Короче, безотходное производство. А потом, видимо, поливает что-то. Не знаю, что она с этим делает, но заберу маме это. Отнесу. Так, что у нас? И я думаю, что сверху можно доложить. А яблочко ты уже добавила. Вот еще. Еще яблочко я добавила, да, у нас баночка небольшая, зато красивая. Так, и это все нужно как-то перемешать еще? Это еще мы каким-то образом, да, перемешиваем. Так, давай, расскажи пока, чем ты утром завтракала? Я не всегда успеваю завтракать перед утренним экспрессом. Вот я думаю, что мы это исправим сегодня. Я, пожалуй, сегодня опять не позавтракаю. И сегодня я не нашла кофе. Я обычно начинаю утро с кофе, по крайней мере, перед утренним экспрессом. Но сегодня мне пришлось пить цикорий, и я чувствую себя отлично. Слушай, ну кофе по утрам вредно. А когда? Ну, в смысле, когда? Когда пить? Ну, хотя бы после 10 утра, после 11 утра. Потому что с утра, как только ты проснулась и пытаешься разбудить организм напитком этим, у тебя же стресс. Кофе вызывает как бы стресс такой. Про кофе можно спорить вечно, да и вообще про утренние ритуалы. Сюда кофе можем добавить? Мы зальем это все еще сверху молоком, хорошенько перемешаем и оставим до конца эфира. В конце эфира попробуем и расскажем вам, что же получилось. Это один из вариантов завтрака. Завтрак просто хорошо заряжает энергией, правильно? Ну, есть люди, которые не завтракают сразу. Я, кстати, предпочитаю утром проснуться, если у меня есть время. Я очень люблю, когда есть хотя бы 2 часа до того, как мне нужно выходить. Я люблю перед завтраком все-таки позаниматься. И вот сейчас я расскажу о том, как можно заниматься, если у вас есть отговорки, что нет коврика или спортивной одежды, да, Семен? Можно просто проснуться утром в кровати и сделать такую... Прямо в кровати? Да, прямо в кровати можно встать, присесть, чтобы далеко не уходить. Вот это вот состояние, когда еще не хочется вставать, но вроде как надо. И вот можно заставить себя хотя бы присесть в кровати и понажимать на некоторые точки на теле, которые помогут... То есть ты просыпаешься, встаешь в кровати и начинаешь как бы приседать? Ну почему присаживаешься в кровати, Семен? А, все, фу. И начинаешь нажимать на точки. Вот я покажу несколько точек, которые могут организм активировать, сразу пробудить. Например, это точки, я думаю, многим известны между указателем и большим пальцем. Вот здесь вот найди точку, чтобы было вот почувствовать боль. Да, вот тогда это правильно. Вот эту точку нашли. Ну если такая схема, можешь в глаз пальцем ткнуть с утра, прочувствовать боль. И вот эти вот точки мы разминаем на протяжении одной-трех минут, например, на двух руках. Также у нас есть точки в голове под черепом. Да, действительно есть углубления, если их можно нащупать, вот давай вместе со мной большими пальцами нащупать. Сейчас испортишь себе прическу, Лер. Углубления, ну, давай ты не испортишь. Все, я не испорчу, так ты делай мне тогда. Большими пальцами находим углубление под черепом. И там тоже массажные движения, тоже должен почувствовать, ну, не боль, но что-то... Сколько времени? Ну, тоже от одной до трех минут, сколько у вас есть. Здесь я помассировал три минуты, здесь три минуты, тут три минуты, я уже потерял 10 минут. Я встаю до эфира за 30 минут. Хорошо, если несколько точек, можно и по минуте. В общем, по ощущениям должно тело разогреться. И уши хорошенько, полностью. Давай пробуй, будем на тебе показывать. Мои уши можно массировать долго, а не как у слона. Уши мы хорошенько тоже проминаем, тянем во все стороны. А мой совет, мой совет, можно? Давай. Пробуйте просыпаться с кем-то. Тогда, когда вы будете делать все эти движения, вам будет намного приятнее. Вот дай руки, смотри. Ну, классно же. И голову помассировал тебе человек, и мочки ушей, и сразу вы обменялись бы вот этой теплой, хорошей энергией. Если у вас есть такая возможность, то пользуйтесь советом Семена. Семена это не возбраняется, в общем, даже приветствуется. Пользуйтесь Семеном. Если у вас нет такой возможности, то вам скажешь. Так. И еще это мы зальем молоком и расскажем вам в конце программы, что же у нас получилось. И еще один совет для тех, кто хочет просыпаться по утрам, и перед тем, как делать заряд, можно еще делать сенсорную разминку. На самом деле, все очень просто. Нужно делать поглаживающее движение по телу, по всему. Для чего? Тоже для того, чтобы его пробудить, чтобы почувствовать, кто вы, где вы, зачем вы, почему. Мое предложение остается в силе. Просыпайтесь с кем-то. Это самое важное. Вот. Итак, с завтраком, с нашим, все понятно. Либо он у нас будет, либо будет только у тебя, Лера. Лера, вот.